такой человек проявляет агрессию пока еще вербально приближается к вам с недобрыми намерениями у вас каким-то образом показался бы как полезный предмет то есть либо его сразу же заготовили либо он там был изначально то есть каким образом мы действуем и эта защитная схема будет уже из положения замаха то есть что у нас здесь происходит палку положи у нас нечестный вариант палка то есть человек приближается не важно он подходит или он уже идет витя хватать то есть в данном положении палка на плече вот так впереди кисть открыта то есть я не начинаю его там сразу уже можно встречать мало ли человек действительно может идет говорить на удобной дистанции для диалога а вы его начинаете фигачивать вот поэтому кисть раскрыта то есть эдакая разговорная стойка как у нас есть рукопашка мы как бы пытаемся мирно разрешить ситуацию вот если же чувствуем в процессе что все равно он так или иначе смещается из этого положения нам удобно действовать вот действовать мы можем начать опять же с передней руки то есть отсюда будет либо какое-то привержание если он ко мне приближается либо я его прихватил либо я его действительно бью и палку мы начинаем использовать для удара по оконечности то есть он не вооружен он в принципе в данном конкретном случае в данной модели он даже нас не бьет но блин ведет себя плохо вот поэтому мы его придержали рукой и с перемещением бьем в ногу а дальше уже работает и ситуация то есть какие у него будут ощущения и эмоции от того что мы его делали вот может он нож достанет и на вас бросит потому что тут зависит от того на сколько удачно попали и на сколько как бы прочный человек то есть вначале мы как-то его можем словами пытаться там все нормально не подходи там у меня палка или что-нибудь там стой на месте и в случае непочинения будет использоваться личную силу спецсредства и отсюда проник то есть ваше летое когда эти ситуации ваше создали как бы вы его мягко там или там создадите образ там сотрудника силовой структуры какой-то специфической фразы или еще один способ затормозить то есть вооруженная сторона сзади придерживание идет передней ручкой и со смещением то есть вы не на месте начинаете его опучивать смещаясь во планку то есть бьете по ноге бьете по руке дальше вы работаете по ситуации вот такая схемка сейчас один вооружен второй безоружен безоруженный пытается приблизиться к вооруженному а вооруженный уже тормозит его и поехали и и и и и и и